Это Игнатий Тихонович тут тыкву режет. О, тыкву режу. Надо наклон маленько так делать, чтобы когда верхняя снимется, и когда ее обработаешь... Вот сейчас семечки буду выдирать. Вот смотри, я не доверяю никому, сам делаю. Теперь надо семечки выдрать, отработать их. Это очень ценный. О, семечки-то не все хорошие. Так, подожди-ка, сейчас я... Это моя ложка. Это моя ложка. Я теперь этой моей ложкой выскребаю, потому что пальцы тут можно сломать, так крепко все держится. О, смотри, как все это удивительно Бог сотворил. Это вот самая плоть. Мы печку затопили, сейчас мы ее будем в печку толкать. А тут вот печечка тут... Ох, тепло от нее идет. Ох, а кошки тут ютятся. Кошкам нравится тут к теплу. Вот, русского, когда тупица голландка, вот сколько в трубу выходит дым, это столько она воздух уберет от нас, а во всякие щели воздух заходит. Хоть как плотно делается, дверь открываем, заходим. Воздух абсолютно чистый спим. Это не сравнишь с городскими многоквартирными домами, где там из коридора все тянет. Не откроешь ничего. Здесь полная тишина. Мы ложимся, нам никто не мешает спать. Мы высыпаемся меньше... Вот встаем всегда в 440. А вы во сколько ложитесь спать? Ну, в 11. А, дома у нас? Здесь, сейчас. Вчера во сколько легли? Вчера в 11 легли. Ну, в 11, начало в 11. Дело в том, что в полгода я уже встаю, и уже никого нету. Вот. Вот смотри, как это делается. Вот мы... Я все эти семечки, эти никуда, только так. Вот положу сейчас наверх, и там они просушатся. И потом можно будет из них выбрать. Вот. Смотри, как я ее... Она плотно лежит. У меня ложка такая, я подрезаю ей. Вот. Тыква, она очень полезна для желудка. Там витаминов даже на ней какие-то находят. Ну, я не о витаминах говорю, она просто сладкая. Вот такое дело. Вот это вот, которое выбираем, это самое, на чем семена держатся-то, я еще никак не могу понять, как-то и надо отдельно варить. Тошатся. Это же все целебно. О! Все. Довольно быстро ложкой я разделался. Так. Как она у меня снято тут была? Вот она. Теперь. О! Ну-ка, Володя, туда в печку затолкай ее. Вон, в духовку. От отсюда зайди. Вон. Показывай. Сразу плотно закрывай. А закрывай летний ход. Закрыл уже. Вот он летний ход, когда закрыл. Вот она идет, здесь огонь идет. Он падает вон там между духовкой. Вот это, вот сюда огонь падает. Вот так проходит. И вот сюда вот поднись. И вот духовка. Это чистить. И дальше он поднимается вот сюда, вот по первому каналу. Вот смотри. Вот. Вот здесь она поднимается. Вот здесь вот разворачивается. Вон для прочистки оставили сюда. И туда кверху идет уже в трубу. Ну там кто-то плиту поставил вверху. Первый раз в жизни встречаюсь. 40 лет печников было, не видал такой беды. Надо всю трубу разбирать, чтобы плиту убрать. Для чего поставлено, понять не могу. Ты или они не знали как. И поэтому мы открываем, когда на летний ход, чтобы она разгорелась. Вот. Задвижку. Вот она. О! Открыли. Сейчас огонь прямо вот так вот. Под плитой я ему дыру дал. Вот открылся. И вот отдельный канал, вон сделал. Вон вверху верхняя задвижка. Ну на. Проходит. Все. Это большое дело печь делать. Я 40 лет печником работал. Ну работал как? В свободные дни. Так-то я работаю на стройке на государственной. И вот как Бог знает все. У меня дед был печник. Мама печник была. Мама. И дедов уровень у меня сохранился. Вот сейчас я выбираю эту. Отдельно без этой. Чтобы ничего там не было. Рассушить надо. Вот. Это все. Работу найти можно. Но это из деревни. Своя тыква. Нигде ничего не покупали. Видите как. Трушенька сельского хозяйства. Всячески зазирает. Обкрадывает. Никакой помощи не дают ему. Варварское отношение к кормильцу. Но остальные это человек, который мы знаем. Первое. Самая главная должность на земле. Это земледелец. Второе. Ну, в раю человек был должен возделывать сад райский. Второе. По важности. Это текстиль. Вот одежду прикрыть. Бог дал шкуру и закрыл. Ну, а третье уже за пределами рая. Это жилища. Нора, пещера. Строитель. Вот я жизнь работал строителем. Это очень интересно. Если какая-то выдумка есть. Вот интересно как. Вот я 40 лет печь делал. У меня до совершенства доведено было. Я с закрытыми глазами мог бы сделать. Но изобретательского у меня нету. Брат у меня все мог это изобретать. Но не печь делал. Там приемники. Сам делал приемники. Представь себе. Сам делал реостаты разные. Все вручную делать мог. Приборы разные были. Старший брат на 5 лет старше меня. А у меня изобретательского ничего нету. Хотя каждой пищи я что-то маленько там добавлял. Но на печь. Галанка. Галанка значит. Сущевского, Сущевского. Русская значит. Ну. Я все старался точно до сантиметровых. Когда русская печь. Что вначале здесь вот где замерить. Если там от пода. Где хлеб стоит. И доверху. Кружалом так делаешь. 49 сантиметров. А там дальше в конце. Там должно быть 52. Ну. 34 сантиметра может быть 34 сантиметра выше. Я никогда не пытался доказывать. Что у меня нет таланта. Я всегда входил в чужой труд. Но уже здесь. То что мне преподавали. Я строительный техник им кончал. Тут мне можно было позавидовать. Абсолютно точно зная. Теперь старался это освоить. И смотреть какой кирпич куда положить. Чтобы секунды не было потери. Вот если я до обеда плиту не положил. И два ряда дальше. Я начинаю мысленно проигрывать. Что вот плита вот эта кладется. Три ряда внизу. Вот здесь два. Это 4, 5, 6, 7. 7 и 3. Вот которые дверка. И один кирпич сверху дверки. Плита кладется на 11 ряд плашмя. А это 7 с половиной сантиметра. Плюс глина. 7 с половиной. Она по толщине. Этот кирпич. Это я все наизусть знаю. Но. У меня нет таланта изобретать. Я вообще не изобретаю. Нигде. Это ваше толкование. У меня нет ни в толковании писания. Нигде нет у меня изобретений. Я просто. Это все принимаю. Благодарю Бога. Что были люди такие. Которые могли изобретать. Вот сейчас я это все высушу. И. На этом все. Моя миссия окончена. Это не очень хорошие семена. Но из них выбрать можно. Много здесь такие. Которые прям пустотелые видать. Может она не дозрела еще. А может еще что тут. Вот. Вот надо маленько убрать. Вот это видишь. Желтенькое. Вот. Все. Теперь я поднимаю ее кверху. Сейчас надо будет. Так вот. Дожди-ка. Вот так. Как интересно жить в своем доме. Опа. О. А там мне некуда. Тут у меня голубиные крылышки лежат. Видишь какая. Сколько их здесь. Завтра надо будет отдать кому надо. Вот. Тут у меня семечки лежат тоже. Вот. Видишь. Вот это вот семечки настоящие. Это семена. Вот они какие. Еще не просохли. Сейчас я покажу дальше, что у меня тут есть. Это я уже не первый раз тут. О. О. Это семена. Ну я их не убираю. Поставлю. Пусть еще постоят. То есть. Вот так. Это вторая. Оно еще тут хорошо продувается. И везде будешь ты востребован. Так вот это вот сварить потом отдельно с картошкой. Видите, своя мелкая картошка. Посмотри какая. Вот она сейчас варит. Вареную. Вот. Обдираем ее. Просушивает. И на стол. А мало то она порежет с луком. А вот у нас лук, пирожки. Сучки дали лишь какую-то еду. Ух, я люблю. У нас всегда все что-то есть. Это что, Володя? Это мойла. Воем купил. Тут что-то тоже. Облепиха мороженого. По одежке протягивай ножки. Потому что ты, надо быть сытым. За черной горд, не залезешь. Ну это я вот тут вещи сегодня постирал. Суши. Ну все. Видал? Вот серый вверху отвесят мешочки. Отойди отсюда. Вот отсюда. Сними. Это сухари. Дополнительные. Игорь наводился. А там какие-то нормы. И маленько бывает что-то, что-то, я не знаю, то ли переломанный хлеб. И он стал покупать по дешевке. С хлебозавода. Государственный хлебозавод. И он привозит мне вот такие большие мешки. Мука в них, 50 килограмм. И он привозит. Я покупал, покупал и насушил. Тут у меня просушка. Вот решетка над плитой. Вот решетка где. И вот решетка. Три вот снизу даже покажи. О! Вот сколько. Какой большой объем-то все они. Длинные, по метру. И широкие они так. Раз, два. Шестьдесят сантиметров. Ну, шестьдесят сантиметров. Это три, шесть, а семнадцать. Вот метр восемьдесят. Вот. Метр восемьдесят. Это одна. Ну да. Это три получается тогда так. Я насушил. Двенадцать полных мешков удавил сухарей. Мешков полных. Представь, двенадцать мешков в этой комнатке. Тут повернуть себя негде. А зачем вам столько? А я просто привык к этому. У меня если что есть, надо больше и больше. Я хватаю, хватаю, чтобы было еще дать. Вот мне разрешили брать в Алтайской оправдой газеты. Там отходы бумажей. Я все таскал, таскал, таскал. Ну и только в одну лагерь отвез пять тонн литературы. Тонн. Вот надо это все думать. А где бы я взял? Мне бы там директор грохота Владимир Георгиевич, хороший мужик. Он разрешил. Я каждое утро ходил и там выбирал. И потом разносил в школу. Вот этот самый такой трудный момент был, когда по школам, по больницам, даром. Ой, там встречали меня. Так я сам переплетчик. Я эту бумагу-то изрежу. Сейчас я покажу. Вот здесь у меня лежала. Куда она делась? Я даже не знаю, куда делась. А, вот она. Это уже изорвали. Вот я эту бумагу кладу. Это газетная бумага. У меня нож есть. Я переплетаю его. Вот она переплетена. Смотри, какая тетрадь. Ну, это большая. Я рюкзаками носил на занятия в университеты, в школы. Это высказать нельзя. Речь идет о тоннах. Я как-то посчитал. Вот в это расстояние от дома. Дойти до издательства «Алтайская правда». И потом отдельно. Я прошел, кажется, 3800 километров. Пешком. С рюкзаком. Заболел. Три грыжи у меня заиграли. И тогда мне положили. То есть прокуратуру, суды. Нигде не было ничего совсем. В армию пойдут. Просят из дома кружку прислать. Пуговки. Пуговицы. Ремня не было. Вот как разорить сумели. Но это дело прошлое. Дело в том, что я оказался на момент. И меня все больше и больше привозил. Мы все еще пользуемся. Картон забирал. Чистая бумага. Газетная. А газетная-то всем надо на растопку. Но я все газеты перебирал. И выбирал. Там газета какая-то совершенно секретная. Серьезные газеты. Труд. Советская Россия. В Алтае есть от КПРФ «Голос труда». Российская газета. Парламентская газета. Ну, у меня название около 30 газет, которые тут печатали. И я по одному экземпляру все брал. Брал. И сам переплесчик. И переплетал. Некоторые. Не все. И потом сложил этот архив. Для будущего поколения написал. Не трогать. 750 килограмм. 13 метров высоты получился у меня архив. 13 метров. Я все люблю цифры, математику. Понимаете, как это все интересно. Для будущего поколения. И где я считал все это подчеркнуто. Обратите на это внимание. Большие связки приходилось брать этих журналов. Вокруг света. Наука и знания. Я из них хорошее самое брал. Которое. И переплетал. Это речь идет о сотнях. В общей сложности 3000 томов переплел вот этими руками. Мне это интересно. В институтах тут образовал переплетные курсы. Преподавал людям. Прямо студенты тут все это приходили. Мне это все интересно. Мало того. Священники приезжали. Диаконы с разных городов. Я их учил у меня дома. И старался снабдить лидерином. Накоптал, что для сета закладки. Картон все доставать. И они уезжали. Бесплатно. Бесплатно. Если я платил, то такую цену. Вот как интересная жизнь. Интересная. Это Бог так благословляет. И это все на 12,8 квадратных метра. Я в другой квартире был на строительной. На 12,8. Вот вообразите. 12,8. Это одновременно кухня. Здесь же у меня одновременно туалет. Это ведро, значит. Здесь же приемные гостей принимаем. Здесь же две мастерские. Мастерские. Здесь это уже в новом варианте. На второй строительной там меньше одна комната. Здесь кухня. А там одновременно кухня, одновременно столовая. Одновременно комната для занятий. Там до 30 человек вмещалось. На 12 квадратах. А 11 ночевать могли. На полу не один, не ладни. Вся комната разбита на этажи. Интересно. Конечно, интересно. В мою комнату снимали фильмы, которые заняли первое место на международном киноконкурсе. Первое место в Российской Федерации. И ничего особенного нет. Просто я жил всегда азартно. Мне это так интересно. В Америке, когда мне дали денежек там. А денежки давали совершенно незнакомые люди. Вот я выступил там в Жордан-Вилле на тему русская эмиграция и ее будущее. По датам, по цифрам. Когда, что. Там китайцы, корейцы были с перевозчиками. И один подошел и говорит, я хочу вам деньги пожертвовать. А я никогда даже в руках не держал доллар. Это не знаю. И он мне сразу пять тысяч выписал получить. Студ же выписал. И оно действительно теперь я с этим пошел, с чеком. И получил. До дома не довез ни одного цента. А как? Куда дели? Куда? Купил книг. Я жадный человек. Сейчас не могу точно сказать. Кажется, 13 библиотек организовал. Божественная литература, златоуста, библии. Бесплатно. Раз бесплатно дали, бесплатно даю. В разные города. Все это разослали, развезли. Почему столько людей знакомых-то? И поэтому, вот когда со мной кто-то знакомится, вот нападают где-то, их столбняк бьет. Как это? Один? Один. Когда меня арестовали, то местное КГБ, говорит, Москва считала, когда я уже был арестован, что в Сибири трудится несколько отделов. А когда арестовали, оказался один человек. Конечно, не один. Мне помогали, подвозили пленки. Он рассчитывал, распространял, тиражировал сам. Мне жизнь Бог дал очень интересную. И поэтому меня можете как угодно обзывать. Там, упырю, псевдо, там, это для меня никак. Но если говорят старик, это я не согласен. Вот с одним словом никак не согласен. Какой же я старик, если я востребован? Вот сегодня только сколько ответов пришло? Вот только уже, кажется, 7 роликов пришлось поставить на ходу записанных. На ходу. Это все стоит в Ютубе. Переношу в Майл.ру и другое. Это не просто ролики. Вот сейчас мы будем писать еще вечером два Деяния Апостолов, Блаженого Фефилакта, два ролика записать. И один событие дня на завтрашний день. Потому что сейчас уже вечер, а завтра некогда будет. И днем пойдут на благовестие. То есть, как говорится, жизнь бьет ключом и все по голове. И куда я не посмотрю, мне все интересно. Вот вызвали. А сейчас, ну там, письмо написали, ставили, каковая администрация. И вполне даже может быть так, что я встречен с губернатором. Я с этим новым губернатором не встречался еще. И что ему будете говорить? Да о Боге расскажу. Подарю ему еще, что чем у него нет. Я больше на чем могу сказать. Он ни в чем не нуждается. Мы за него каждый день молимся. Его фамилия Карлин Александр Богданович. Ставленник или, как сказать, выдвижение с Путина президента. Его не избирали, этого Карлина. У него работа идет. И что он может сделать-то? Везде воруют. Самый бедный регион, говорят в России, самый коррупционный Алтайский край. Я по газетам беру. А почему? Да Бог его знает, почему. Просто Бог нас любит. И наказывает. Любовь такая Божия может быть. Вот я куда ни посмотрю, на все лежит. Вот смотри, какая. Это остаток библиотеки. У меня пожар был. Я, кажется, три библиотеки организовал. И то, что сохранилось. Книги хорошие. Настольные книги священнослужителя, патриаршие. Капитальный труд. Книга правил. Новый завет. Вот это все из Жордан Вилля. Другие газеты. Там старообрядческие, зелененькие, маленькие. У меня в той, на Никитино, от пола до потолка высокие. Знаете, Бузка просится выпустите? Бузка, да, просит. Иди, смотри. Вот я спрятал от других, что она тут у меня питается отдельно. Ой, какая красавица, молоденькая. Вот 20-го числа, в декабре, будет ей 5 месяцев. Настоящая кошка. Видишь, как туда нельзя, это ей деликатес. Это свежее мясо, голуби заболели, вертлящики пришлось. Ну, видишь, ножки, видать, и все. А там нижний этаж не закрыл от нее. Ой, как она охота. Да охота тебе, а, рыжая. Но, ой, как подняла головку. Иди, играй. Так, за стол, хлопцы.